Однажды кот говорит, что это мы всё без молока и без молока, так и умереть можно, надо бы корову купить. Надо бы, соглашается дядя Фёдор, а где денег взять? Может занять, предлагает пёс у соседей. А чем отдавать будем, спрашивает кот. Отдавать-то надо. А отдавать будем молоком. Но кот не согласен, если молоко отдавать, зачем же тогда корова? Значит, надо что-нибудь продать, говорит шарик. А что? Что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, сердится кот, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Тут вот на пса посмотрел и говорит, а давай шарик, мы тебя продадим. Шарик даже на месте подпрыгнул. Это как так? Меня. А так, ты у нас ухоженный, стал красивый, за тебя любой охотник сто рублей даст, ещё больше, А потом ты от него убежишь и снова к нам, а мы уже с коровой. Да? Кричит шарик. А если меня на цепь посадят? Давай, кот, мы тебя продадим. Ты у нас тоже ухоженный. Ум какой, толстый сделался. А котов на цепь не сажают. Тут дядя Фёдор вмешался. Никого продавать мы не будем. Мы пойдём клад искать. Ура! Давно пора. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...